Ататюрк, Виадук, столько мостов, друзья. Я вот эти мосты проезжал, когда ехал по бесплатной дороге. Они такие красивые, такие высокие, с одной горы на другую. Вот я сейчас еду 800 метров мост. Кстати, за проезд по некоторым мостам здесь нужно оплачивать отдельно. Вообще, за проезд здесь, оказывается, снимается оплата, нужно покупать специальную такую наклеечку на стекло. Есть устройства, которые считывают эту наклеечку и пополняется счет. Вообще, дороги здесь, какие-то смешные цены за проезд по этим дорогам. Там 100 километров проехать, что-то типа 1 доллар или 2 доллара. Ну, какие-то вообще невероятные по сравнению с Европой, с Францией. Наверное, цена раз в 10, в 20, наверное, меньше. Средняя стоимость проезда. Короче говоря, я буду возвращать машину. Я вам расскажу, как вообще прошел процесс оплаты. 2 800 метров, почти 3 километра туннель. Представляете? Через горы ехать 3 километра. Он еще трехполосный. Пипец. Это 3 полосы здесь и, наверное, как минимум 2 полосы. Или тоже 3 полосы навстречу нам идет 3 километра. Это что-то невероятное, друзья. И проезд здесь стоит 2 доллара или, я не знаю, сколько по всем этим туннелям. Они здесь освещают дорогу, отапливают, чтобы здесь льда не было. И полностью за этим совсем следят. Какие-то 2 доллара, я не знаю, откуда вообще такие цифры берутся здесь в Турции. Сейчас еще лира с каждым днем девальвируется и девальвируется сильнее и сильнее. И поэтому цены все ниже и ниже. С каждым разом все меньше и меньше. Вообще здесь 90 можно ехать. Но мы едем 105, и меня еще обгоняют. Из туннеля в туннель еще мост идет. И это все где-то наверху, высоко, в горах. Просто невероятное зрелище. Пошли дожди в Турции. Почти что 20 дней я путешествовал, катал туда по Турции. Вообще без дождей. Вот 500 метров еще туннель. У каждого туннеля есть свое имя. 500 метров это вот примерно столько. Некоторые люди не знают сколько, 100 метров, 200 метров. 500 метров. Когда им говорят, типа, через 100 метров поверните налево, они не знают когда. Некоторые люди не знают лево-право. Всякое бывает. Поэтому. Вот альтернативная дорога может где-то вот там идти. Сверху, к примеру. Или может где-то внизу идти. Но оно вообще того не стоит, друзья. Если вы едете, если вы не делаете много остановок, если вам нужно резкий вот такой прыжок сделать, то вообще даже не думайте. Платите деньги. Едьте по платной дороге. Сэкономите кучу времени, кучу сил, кучу энергии. Топлива сэкономите. Ну вот, друзья, буквально 5-10 минут и дождик закончился. Вернее, мы его проехали. Погода в Турции переменчивая, как настроение у некоторых девушек. В общем, друзья, чтобы вы понимали, во что вам инвестировать, вы сначала должны, соответственно, понимать, что такое вообще инвестиции и как это работает. К примеру, вот, как мы с вами уже установили, недвижимость не может являться активом инвестиционным, потому что, ну, во-первых, одна квартира – это не диверсификация, во-вторых, это актив, который вы не можете в любой момент продать в долларах или в евро, то есть, соответственно, он не ликвидный и он не долларовый актив. Когда у вас этого ничего нет, вам проще. Посмотрите, люди, богатейшие люди планеты, они не владеют какими-то особняками, виллами, замками, им это ничего не надо. Они захотели завтра, поехали в Москву, остановились в самом лучшем отеле и хорошо себя там чувствуют. То есть, им надо завтра, послезавтра в Берлин, они едут в Берлин и это еще так же там делают. Когда вы можете инвестировать? Вы можете инвестировать только в тех случаях, если у вас есть какие-то свободные денежные средства, какой-то капитал, который вам нужно сохранить. То есть, вы не можете инвестировать, когда у вас нет ничего. Легко и просто, да? Понятно. То есть, для начала вы должны получить какие-то деньги, свободные средства и, соответственно, чтобы вам инфляция, эти ваши деньги не съедала, вам нужно будет эти инвестиции где-то размещать. То есть, с помощью каких-то инструментов, которые вам будут ближе, в зависимости от того, какой у вас аппетит к риску, вы будете в зависимости от этого уже выбирать. Какие у вас горизонты инвестирования, какой у вас аппетит к риску, от этого будет зависеть, какие вы будете инструменты для инвестирования использовать. Но для начала, для начала, естественно, у вас должны деньги быть. То есть, у вас должен быть какой-то капитал, либо у вас как-то по наследству получили какой-то капитал, либо вы в юношестве, в детстве, там, какого-то ранее много работали и получили какие-то деньги, теперь вы хотите эти деньги сохранить и приумножить, естественно. И так сложно заработать деньги, как их потом сохранить и приумножить. Вот. То есть, к примеру, у вас есть какие-то свободные деньги, какой-то свободный миллион, вы, грубо говоря, не знаете, что с ним сделать, вы не знаете, куда его потратить, вы не знаете, куда его инвестировать, и вы хотите еще этот миллион, естественно, приумножить. То есть, вы хотите, чтобы ваши деньги увеличивались. Поэтому, что вы делаете? Обычно люди в большинстве своем начинают писать. Писать, спрашивать, как, куда вложить деньги, что с ними сделать, куда их инвестировать. Вот вы такие успешные люди, давайте, расскажите нам, как это делать. Кстати, вообще, после этого я вам скажу, во-первых, появляются вот эти всякие разные инфо-цыгане. Какая ошибка начинающего инвестора на этом этапе номер один – это перекладывать ответственность за свои инвестиционные решения на других людей. неважно, кому вы пишете мне, или вы там спрашиваете у мамы, у папы, у каких-то еще других третьих лиц, вы спрашиваете, куда инвестировать, во что вложить, 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 куда эти деньги инвестировать. Это ошибка номер один. То есть, вы должны понимать, как работает ваш инструмент инвестирования, какой у вас горизонт инвестирования, какой у вас аппетит к риску и так далее. Это все вы должны четко понимать, что вы делаете. Как вот вы проснулись утром, вы понимаете, как будет проходить ваш день, куда вы пойдете, как вы будете умываться, где вы будете завтракать и так далее и тому подобное. То есть, вы же не спрашиваете там, к примеру, Владимир, а куда мне пойти там позавтракать, или там где мне сходить там в уборную или еще что-то. Точно так же и здесь. То есть, если вы понимаете четко, что вы делаете, вам будет проще. И в любых стрессовых ситуациях, когда начнется волатильность на рынках, или когда начнется какие-то ситуации, вы уже четко будете понимать, что вам делать, и вы не будете терять деньги в этот момент. То есть, как правило, это одно из правил, кстати, великого инвестора, Уоррена Баффета, никогда не теряйте деньги. А правило номер два, никогда не забывай правило номер один. Поэтому никогда не теряйте деньги, друзья. Инвестиции бывают разные. Вы можете инвестировать во что-то, можете инвестировать в кого-то, можете инвестировать в себя. Вот, к примеру, некоторые люди, допустим, там вставляют себе белые зубы, виниры, они вставляют, и это уже считается своего рода инвестиция. Можете что-то прочитать, чему-то новому обучиться, какую-то новую профессию выучить, это будет считаться инвестицией в себя, то есть вы уже инвестируете в себя, потому что вы будете уже знать больше, вы какими-то навыками новыми овладеете и, соответственно, вы уже таким образом в себя инвестируете. Другой пример, допустим, ваш друг занимается каким-то сельским хозяйством, выращивает там коров или, допустим, там яблоки у него растут, яблочный сад, он к вам приходит, говорит, у меня кассовые разрывы, мне не хватает наличности, мне нужно, к примеру, там 100 тысяч, чтобы купить саженцы или там расширить, допустим, территорию или удобрения, но неважно во что, то есть он предлагает вам инвестиционный проект, участие в его бизнесе, вы можете в это инвестировать, но это тоже будет считаться инвестицией, но он будет вам платить там в последующем дивиденды или там какую-то долю в своем бизнесе предложит, неважно как, но это будет считаться в принципе инвестицией теоретически, но как мы помним, все наши инвестиции должны быть диверсифицированы и мы не можем вкладывать деньги свои в этот инвестиционный проект, потому что, ну, ваш друг, он один человек, с человеком может произойти, с любым человеком на этой планете может произойти все, что угодно, начиная там от перепадов настроения, заканчивая какими-то неудачами в бизнесе и так далее и тому подобное, поэтому мы этот вариант отставляем. Далее, горизонт инвестирования. Есть люди, которые хотят инвестировать на короткий срок, у них есть свободные деньги, они говорят, вот мы на два месяца через, мы хотим, к примеру, на два месяца во что-то вложить деньги, через два месяца мы эти деньги, допустим, хотим потратить на что-то другое. Мы не хотим, чтобы, к примеру, там два месяца или два года эти деньги лежали без дела и чтобы их инфляция съедала. Если мы подходим разумно к инвестированию, мы должны инвестировать навсегда, теоретически, на всю жизнь и потом эти инвестиции передавать по наследству своим детям. Если вы по тем или иным причинам не можете себе позволить такого рода инвестирование, значит вам лучше всего эту инвестицию отставить. Потому что на рынке бывает всякое, существует такое понятие, как волатильность и бывают периоды рецессии, затяжные периоды. То есть мы сейчас с вами живем в прекрасное время, на самом деле. То есть, во-первых, низкие ставки, очень-очень мало стоят деньги и очень-очень дешевые деньги. Во-вторых, заливают все ликвидностью. В прошлом году напечатали 20 или 30 процентов от всего объема напечатанных денег за весь период существования нации. Сколько оно там стоило? 200 лет существует? Доллар. За весь период 20 или 30 процентов, то есть за прошлый год напечатали 20 или 30 процентов от, грубо говоря, отставили там от 200 лет примерно. Я сейчас точно не помню эти цифры, но очень-очень много, невероятно много влили, вбухали денег в экономику. В Америке, вообще во все центральные банки мира сделали так. То есть триллионы долларов, 20 или 30 триллионов долларов напечатали. Один триллион это тысяча миллиардов, один миллиард это тысяча миллионов. То есть 30 триллионов это 30 тысяч миллиардов. В одном миллиарде тысяча миллионов. Это невероятные какие-то деньги, немыслимые вообще, очень большие. И, соответственно, конечно же, естественно, будет расти цена на квартиры на ваши, на недвижимость на вашу, на этот ваш биткоин, на все вот эти криптовалюты, которые люди бьют себя, ходят в грудь, говорят, вот мы великие инвесторы, мы инвестируем в криптовалюты, но никакой ценности не имеет криптовалюта. Это ничто просто. Люди берут и говорят, что они инвестируют. Вот вы не можете, то есть валюта, чтобы вы понимали, не может быть инструментом инвестирования. Может быть, конечно, но в нашей, конечно, жизни все может быть, но это одна, наверное, из самых неудачных инвестиций, которые только можно придумать. Естественно, время покажет, но если мы опираемся на историю многолетнюю, и если мы опираемся на мой опыт, на мои наблюдения, то я вам скажу так. То есть сейчас более-менее только какая-то стрессовая ситуация, более-менее, что тут только начнет трястись еще что-то. Люди начнут только бояться сразу вот эти все первым делом, первым делом брошится криптовалюта. Потом за ней пойдут убыточные компании и так далее, и там подобные. Акции и в самом конце облигации. Все будет падать во время рецессии, но просто что-то будет падать очень сильно, невероятно сильно, а что-то будет держаться. Но это как во время штормов. Есть большие корабли и какие-то маленькие лодочки. Чтобы вы понимали, что такое инвестирование, вы должны понимать, во что вы инвестируете, в какой валюте вы инвестируете, на какой горизонт вы инвестируете и какой аппетит у вас к рискам. То есть, чем дальше вы, у вас, к вам приходит от понимания об этом, обо всем, тем больше вы уже можете себе представлять, что вы будете покупать и в какой момент вы будете это покупать и в каких количествах вы будете это покупать и так далее. То есть, ни один человек в мире не может вам сказать, вот, допустим, купи там завтра это, это вырастет. Есть некоторые брокеры, конечно. Давайте о брокерах поговорим. Я вот могу вам с удовольствием рассказать о брокерах. Вообще, на самом деле, инвестирование, это все очень просто. Можно буквально за несколько минут на пальцах рассказать об этом, что сделать и как сделать. Открываете брокерский счет, пополняете средства на этот брокерский счет и формируете заявку приказа. Этот приказ отправляется на биржу. И на пирше, если две заявки встретились, значит, совершается сделка. Вот. Но! Есть одно но. Брокеры, так как... Ну, разные брокеры существуют. Есть брокеры, в принципе, нормальные, которые людям голову не ворочат, инвесторы. А есть брокеры, так как спрос рождает предложение, так как люди... Первый вопрос у них какой? То есть, первый вопрос у людей какой в голове? Они говорят, а что купить? А что купить? И, соответственно, наверное, не только у меня завален директ этими вопросами, но и у брокеров тоже. Почта завалена именно вот этими вопросами, связанными с тем, что купить, когда купить, когда продать, что продать, что купить и так далее. И поэтому они выпускают либо инвестиционные обзоры, либо какие-то инвестиционные рекомендации. И, как правило, они в этих инвестиционных рекомендациях пишут. К примеру, там, купить Facebook или купить там Amazon по такой цене, 100 лосс, столько. И периодически они, если это инвест-обзор, то они там могут написать, какая там прибыль, ну, голову любят вам, в общем, заморочить, информацию вам дать, ту, которая вам не нужна. И, то есть, есть такое понятие инвест. Инвестиционные аналитики тоже могут у той или иной компании понижать, повышать рейтинги. То есть, чтобы вы понимали, там, у какой-то компании может быть 10 аналитиков покупать, 10 аналитиков скажут продавать. И те, и другие могут оказаться правы в той или иной ситуации из-за того, что, во-первых, волатильность, из-за того, что актив туда-сюда скачет постоянно и цена на актив постоянно то вверх, то вниз. Поэтому, чтобы вы как можно чаще совершали сделки, то есть, брокер, он на чем зарабатывает? Брокер зарабатывает на комиссии инвестора. Когда вы совершаете сделку, вы какие-то копеечки, там, один или два доллара, ну, или, не знаю, у всех по-разному, вы за сделку платите. Вы, к примеру, покупаете лот там, 100 акций или 100 ценных бумаг каких-то, вы платите за эту комиссию. И то есть, для того, чтобы вот это все постоянно проходило, чтобы вы покупали, продавали, покупали, продавали, вы, инвестиционные брокеры, они постоянно говорят, вот, типа, у компании дела пошли плохо, надо продавать. Вот у этой компании хорошие результаты, хорошие отчеты, вот давайте будем покупать, продавать, покупать, продавать. И то есть, как можно чаще это делать. Когда вы покупаете ту или иную компанию, вы, естественно, у вас никакой диверсификации нету, вы все деньги вкладываете в одну, в один сектор. Вот, к примеру, допустим, Facebook занимается IT-технологией, или YouTube-чик мы сейчас смотрим, это Google с вами, да? Google, он занимается IT-технологиями, может быть, еще что-то, но только этим он занимается, и вы в этот, в один сектор уходите, в одну компанию уходите, и все. То есть, если по тем или иным причинам дела плохо пошли, у Google или у Facebook, соответственно, ценные бумаги, стоимость актива будет падать. И здесь вы уже ничего поделать не сможете. Если вы, допустим, этот момент как-то пролюбили, то, в общем, цена может вниз уйти, и до нуля ценная бумага может вплоть до делистинга, то есть, она может уйти с биржи, и все, и никто потом за нее ничего, естественно, не заплатит, потому что, как правило, любой актив на бирже, он очень медленно растет, но очень резко падает. Даже говорят на Wall Street, когда падает нож, его лучше не останавливать. То есть, это все идет отсюда. Вообще, тема инвестиций, она очень скучная, и она примитивная, и о ней можно рассказать вот так за один раз. Поэтому, чтобы вам не морочили люди какие-то инвестиционные аналитики, или какие-то инвестиционные гуру, или брокеры, или еще кто-то, я вам скажу так. Вы покупаете индекс. Индексов существует несколько. В зависимости от той страны, куда вы хотите вкладывать. К примеру, есть индекс биржи. Вот, к примеру, существует биржа NASDAQ в Америке. Вы можете полностью этот индекс купить. Туда входит 100 компаний. Один раз нажали на кнопочку, один раз отправили заявку, полностью купили этот индекс. К примеру, существует индекс Мосбиржи, Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа. Индексы существуют. И вы этот индекс можете купить. Туда сразу входят все компании. И вот, к примеру, в NASDAQ входит Facebook, входит Google и так далее. Есть еще индекс S&P 500. Любой уважающий инвестор его имеет в своем портфеле и он о нем знает, он знает, как он работает. Это 500 лучших. Ну, там постоянно меняется список. Там, может быть, 502, 503, там, 505 может быть, компаний. недавно Tesla включили. То есть, Tesla была убыточная. Только, когда она несколько кварталов начала показывать прибыль, ее туда включили. То есть, там определенные есть правила по капитализации. То есть, компания должна стоить определенное количество там денег. Если она там, допустим, стоит миллион, естественно, ее в S&P не впустят. И если она там показывает, допустим, один квартал показала, к примеру, отчет, ее тоже не допустят. Ну, там были махинации кое-какие с отчетностью у Tesla. И поэтому, в принципе, она по капитализации тоже проходила и ее запустили. Потом, там есть чьи рейтинги? Ну, в общем, очень много нюансов есть рейтинговое агентство Standard & Poor в Америке. И они постоянно, периодически, они, те компании, которые начинают косячить, они оттуда выкидывают, те компании, которые начинают показывать хорошие результаты, они их туда добавляют. И, чтобы вы понимали, вот S&P 500 это 500 лучших компаний Америки. То есть, это самый крупный по капитализации индекс, нету крупнее него ничего в мире. Самый, он такой, более устойчивый, потому что Nasdaq индекс, он более технологический сектор, он более волатильный, он более восприимчивый к процентным ставкам. К примеру, индекс Dow Jones это промышленный индекс, вот то, что связано с контейнерами, со строительством, копать, все такое, промышленность. Он не так сильно растет, то есть, если брать, допустим, Nasdaq, Dow Jones и S&P, будет самая такая золотая середина, то есть, во-первых, там диверсификация, это 500 компаний, это вы покупаете не одну компанию, как вам брокер сказал, купите Facebook, у него будет все хорошо, вы купите этот Facebook, будет там доля какая-то там, 2 или 3 процента в этом индексе, но вы не будете все свои деньги не отнесете одному Цупербергу, Цукербергу, Цупербергу, и то есть, неизвестно, что там он со своей кореянкой, китаянкой завтра замутит и как там пойдут дела. Поэтому, то есть, одно из правил инвестирования это диверсификация. Валюта инвестирования, то есть, S&P 500, он, это долларовый актив, в принципе, мы можем туда инвестировать. Следующая, диверсификация, S&P 500, это 500 компаний, это крупные компании, это прибыльные компании, и их много, поэтому мы, в принципе, это подходит, мы инвестировать можем. Далее, горизонты инвестирования, то есть, если вы можете себе позволить там на 10, на 20 лет, на 5 лет разместить деньги в этом активе, в принципе, почему нет. А, и плюс ко всему, еще S&P 500 платит дивиденды, около, ну, в зависимости от того, сколько стоит этот актив, примерно 2-3%, если цена сильно упадет, они 5% вам будут платить, и, в принципе, вы будете кайфовать. У вас 100 тысяч, допустим, вы инвестировали, вы будете 5 тысяч долларов, и каждый год получать в виде дивидендов. И, плюс ко всему, если вы еще диверсифицируете дивиденды, то там пойдет сложный процент, и так далее, и тому подобное. То есть, к чему я это все говорю? Ни один брокер, ни один какой-то финансовый гуру, они рассказывают об, вот, этом индексном инвестировании. Они говорят, вот есть какая-то компания, она какие-то там эти, то есть, чтобы, понимаете, они должны о чем-то говорить. Они вам не могут сказать просто идите купить S&P, забудьте. Они вам начинают это вот все размазывать, растирать, рассказывать, и как можно больше они вкладывают в это времени, и, соответственно, они могут делать больше роликов, и вас чему-то там учить, якобы, и так далее, и там потом, на самом деле, это все примитивно, ничему здесь учиться не надо. Пришли к брокеру, открыли брокерский счет, купили S&P 500, забыли. Но, есть одно правило, вы не можете инвестировать сразу туда все деньги. Желательно инвестировать частями. То есть, если у вас поступает, к примеру, там, какой-то лишний доход, ежемесячно, там, 500 долларов, то желательно инвестировать периодически, то есть, не продавать его, когда он вырос, а просто докупать, 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 упала цена на S&P 500, прекрасно, взяли, ну, естественно, у вас какая-то подушка должна быть еще в кэше, упала цена, вы взяли эту подушку, этой подушкой воспользовались, и инвестировали, еще докупили себе этот индекс. но ни один брокер не говорит, купите S&P или купите NASDAQ, или купите Dow Jones. Они говорят, создайте портфель, или мы вам создадим, или дайте нам деньги, мы будем доверительное управление, или давайте мы вас научим, как это инвестировать, как это вообще все правильно делать. Поэтому я в корне с этим не согласен. Я считаю, что каждый человек, во-первых, должен сам принимать ответственность на себя за свои инвестиционные решения, он должен сам понимать, что он покупает, но вот наводку я вам могу большую дать, чтобы вы много времени не потратили, но видите, в чем дело? Люди, они, как правило, они не хотят получать там 10, 15, там 5% в год. Они хотят сразу получить вот эти вот цифры сумасшедшие, которые там 300% за месяц, которые там им говорят где-то на IPO, или еще где-то, или где-то в каких-то криптовалютах. И, естественно, они туда приходят, и они там свои деньги теряют. Один раз... Нет, конечно, бывают уникальные случаи, есть люди, которые там уникально, допустим, им повезло, они успели там выпрыгнуть, да, вовремя зашли, вовремя вышли, но, как правило, если у человека такой аппетит, сумасшедший к рискам, то рано или поздно этот аппетит, ну, как показывает история, его погубит. Конечно же, во всех правилах бывают исключения, но так или иначе. Когда у Ворена Баффета это величайший инвестор наших времен, и даже то, что до нас было... Кстати, это единственный человек, которому удалось по доходности обогнать индекс S&P 500. Единственный фонд Бершик Хэтвей, это вот ни один фонд на длинном горизонте, над длинным... десятками лет не мог обогнать S&P 500. То есть, почему я с этого начал? Потому что проще никому не давать деньги в управление, проще купить этот индекс S&P 500 и все. Ворен Баффет, он достаточно взрослый такой человек, он много времени потратил, посвятил инвестициям, и это достаточно мудрый такой, грамотный человек в этом плане. То есть, он это единственный человек, кто смог обогнать индекс S&P 500 по доходности на длительном участке времени. Я вам с вами говорю о длительном участке. 10-20 лет, когда вы обгоняете индекс, да, вы гениальный человек, можно сказать, но ни у кого этого не получается, поэтому зачем спорить с непонятно с чем, если можно наслаждаться жизнью и путешествовать. Когда у него спросили, как вам удается, почему вы вроде бы ничего такого особенного не делаете, вы покупаете ценные бумаги, долго их держите, и как вам получается, почему вот у вас получилось, во-первых, индекс обогнать, во-вторых, ну, как вы этого успеха добились вообще? Он ответил, никто не хочет богатеть медленно, все хотят богатеть быстро, и на этом попадаются. То есть, это то же самое, когда вот мы едем по автостраде, как говорят, тише едешь, да, никому не должен, тише едешь, дальше будешь. Точно так же и здесь. Когда вы делаете это не спеша, делаете это разумно, делаете это методично, естественно, у вас будет результат. Когда вы торопитесь, спешите, естественно, если сейчас кто-то здесь разгонится 300 или 500 км в час, рано или поздно он куда-то въедет. Это аксиома, это даже не требует доказательства. Поэтому с инвестициями так же. Друзья, я думаю, уже очень много я вам наговорил, но если вы поймете вот эти вот простейшие принципы и правила, горизонт инвестирования, аппетит к рискам, валюты инвестирования, ответственность за свое инвестиционное решение, если вы вот это все поймете, то я думаю, вы добьетесь успехов в этом направлении и в этом плане. Существует две книги, я считаю, на данный момент двух этих книг достаточно. Руководство разумного инвестора и разумный инвестор. Грэм и Боггл их написали, если вы прочитаете две эти книги и поймете, что там написано, у вас никаких вопросов не останется вообще ни ко мне, вообще ни к кому, ни к брокерам, ни к каким-то аналитикам, вообще ни к кому. Ну, никто, естественно, не может, не знает будущее, я не могу утверждать в том, что будет, но с вероятностью 99%, как показывает история, если верить истории, если верить тому, что произошло, то будет все окей. Но, если вы хотите участвовать в каких-то IPO-проектах, если вы хотите участвовать в каких-то проектах, связанных с криптовалютой или еще с чем-то, то я здесь не ручаюсь. Если вы хотите инвестировать в какие-то компании-одиночки, то есть просто какие-то компании-одни покупать, то это тоже как бы считается инвестицией, но это такие сомнительные инвестиции. Линкольн или я не помню, кто-то сказал, я буду точить несколько дней топор, но лучше потом за час рублю дерево, чем я буду тупым топором рубить дерево несколько дней. Еще так же и здесь. Когда вы понимаете то, что вы делаете, вам будет легче гораздо это. Если у вас есть какая-то доля сомнений или какое-то непонимание, лучше в эту тему в эту область не лезть, потому что это знаете, можно даже в некоторых случаях сравнить как с казино или с какими-то лохотронами. Да, я согласен, потому что люди без понимания приходят, теряют свои деньги и говорят, ой, это лохотрон, это все туфта, это кидалово, нечего там делать. Если вы, извините, сейчас полезете вон туда на гору без снаряжения, без навыков какого-то альпинизма или без навыков, естественно, если вы там будете долго лазить или еще что-то, скорее всего с вами там что-то произойдет неприятное. Это еще так же и здесь. Вы же должны понимать, когда вы оказываетесь в большом океане, то вы хотя бы плавать должны уметь. Это еще так же и здесь. вы не можете кого-то просить этому научить. Вы должны сами этому научиться. Вы должны читать книги, читать информацию, в это вникать, понимать. И тогда вам будет проще. Конечно, вы можете приехать, как говорят, на Уолл-стрит, приезжают люди на Мерседесах, чтобы получить инвестиционные советы от тех, кто приехал туда на метро. конечно, вы можете приехать к инвестиционным аналитикам или еще к кому-то. Они вам дадут какие-то решения краткосрочные, но это же все меняется и, как правило, они не дают, они скажут, вот надо, допустим, там, ту или иную компанию, понимать, покупать. Как правило, вот сколько я раз замечал, никто не советует покупать индекс. если у вас прям такой супер какой-то большой аппетит к риску, вы можете купить маржинальные фонды индексные, можете с плечами купить. Я не советую, я не рекомендую, но я вообще не вправе давать инвестиционные рекомендации, это просто мои мысли вслух. Вот я, то что еду, я, у меня сейчас здесь трасса такая, и я с вами просто своими мыслями делюсь, как я это понимаю. Вот видите, очередной КПП мы с вами проезжаем, и на этом КПП по идее теоретически они должны считать информацию с той наклеечки, которая должна быть наклеена на стекле, но я так понимаю, не обязательно она должна быть наклеена на стекле, она может где угодно быть спрятана в этой машине, и в принципе я просто проезжаю и все, здесь ничего не происходит. Небольшой сбой был на этом, на экране, видимо там какие-то помехи или какие-то устройства, которые именно влияют, и я думаю не обязательно эта наклеечка должна быть где-то на стекле, она может где угодно вообще находиться, ну, чтобы ее не оторвали просто, потому что там надо счет пополнять. в общем насчет платных дорог я доеду и вам расскажу. Поэтому, друзья, если вам эта тема действительно интересна, вам надо ее изучить и обучиться этому, а не так, что вы приходите к кому-то и говорите Владимир, а что мне купить, а что мне продать, а когда мне купить, когда мне продать. если просто тупо, то я бы на вашем месте купил бы к примеру S&P 500 и все и не продавал бы его никогда. Вот так. То есть инвестиция это не о том, что заработать какие-то большие деньги сразу, это о том, чтобы сохранить деньги, которые вы уже заработали. Соответственно, если вы умеете зарабатывать деньги, то вы можете продолжать этим заниматься, но какие-то излишки инвестировать. Вот таким вот образом. Но это не так, что вы берете, вот есть некоторые люди, они продают свои квартиры, закладывают, берут кредиты, на заемные средства торгуют. Ни в коем случае нельзя этим заниматься, ни в коем случае нельзя это делать, потому что это не приведет к добру. Существует такое понятие, как маржин колл, когда брокер принудительно закрывает позиции и трейдеры теряют деньги. Поэтому, друзья, читайте книги, если у вас останутся вопросы после того, как вы эти книги прочитаете, пишите свои вопросы в комментариях, я постараюсь на них ответить, если у вас вопросы действительно будут интересные. Но я думаю, я максимально все, что вам нужно было знать, изложил вот в этом коротком промежутке. То есть, если вам действительно что-то интересно, вы найдете себе больше информации. А если вам это неинтересно, я не хочу вам это вдалбливать или что-то навязывать, или какие-то курсы продавать, какое-то обучение, или как-то на вас зарабатывать какую-то комиссию, понимаете? Я не хочу этого делать. И если вам, к примеру, эта тема интересна, вы на базе вот этого того, все, что я вам сказал, рассказал, вы уже дальше сможете подчеркнуть себе найти в интернете или в книгах больше, что вам нужно. Вот вам, друзья, простой пример. Русские, конечно, скорее всего, но так или иначе оказаться возле моря оказывается так приятно. Только вот буквально несколько часов в заснеженных горах был и сейчас приехал здесь возле моря и воздух такой другой, и обстановочка другая, ну и теплее здесь уже намного. Да, вот, видите, и здесь тоже купаются. Они взяли полотенца в отелях и пришли купаются. Ну а что, сибирячки какие-нибудь. Я вот нашел такой отель, он стоит 16 долларов. Я не знаю, сколько здесь звезд. Они здесь два рядом отеля, вот эти одни из немногих, которые работают в данный момент. Вот этот отель, ну я туда зашел, мне там сказали 40 долларов. Я думаю, зайду-ка я сюда ради интереса, все равно рядом. И прошелся пешочком, вот здесь вот такой вот отель. Сейчас я вам скажу название, зайду, покажу вам номер и скажу название обязательно. У него здесь территория вот такая есть, прилегающая, но он, конечно, такой слабенький, прям слабенький, слабенький отель, но так или иначе мне стало любопытно, что здесь может 16 долларов стоить. что-то типа трех звезд отель, но у него есть плюс существенный. Здесь есть балкон и этот отель прямо находится на берегу моря. У него здесь набережная своя, потом там вот тоже прилегающие отели, рядом мечеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok